Всем привет! В этом видео буду реанимировать очередную дешевую китайскую хорошую вещь для рыбалки. Рыболовный подсак. Как гласит русская народная пословица, готовься не летом, а подсак зимой. Вот и я решил рыболовный подсак отремонтировать зимой, так сказать, дать ему вторую жизнь. Зимой и времени свободного больше, и к началу летнего сезона все снасти будут наготове. У небольшой мотышки отрезал все лишнее и приварил к ней гайку. Этот элемент послужит соединением ручки с садком. Прежде чем крепить его в садку, просверлилось в одно отверстие под болт диаметром 8 мм. Такое же отверстие проделал и в новой ручке. А вот новую ручку я сделал из установочного комплекта старой походной палатки советских времен. В комплекте 10 трубок, из них я взял 6. Каждая трубка по 50 см. В итоге получается 3 м, куда больше. Для соединения друг с другом в каждой трубке стоит защелка. Поэтому первую трубку пришлось укоротить. Первую трубку соединил с садком с помощью болта с гайкой. Ну естественно, что гайку потом я затянул основательно. Просто неудобно одной рукой снимать, а другой гайку крутить. Ну что, начинаем соединять. Соединение здесь очень прочное. Защёлки тугие. Был подсак телескопический, а стал штекерный. Вот, пожалуйста, вам короткий подсак, длина 1 метр. Удобный и прочный. Таким образом можно нарастить ручку до 3 метров. А вот, пожалуйста, длинный подсак, длина 3 метра. Вот так вот. Старая советская прочнее, чем современная китайская. В советские времена все товары были отечественного производства. С СССР производили всё, от иголки до космического корабля, как сейчас в Китае. Делаем вывод, друзья, и подписываемся. У меня ещё будет, что вам показать. Всем удачи!